Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Я хотела взять, взяла, взяла такую внегласную установочку, показывать, как обстоят дела вязальные на начало месяца, потом в середине и в конце месяца показывать уже итог. Но так случилось, что именно в феврале, когда я это решение приняла, у меня вяжутся по-прежнему вещи, которые я начала вязать еще в январе, две большие вещи, два огромных плечевых изделия, два платья, поэтому из новенького я покажу только связанный снуд, далее пойдет все уже вам знакомое, это я предупреждаю, как сказать, для того, что кому не интересно, чтобы дальше не смотреть. Из новенького действительно только снуд, давайте с него и начнем, чтобы потом со мной дальше пошли те, кому важно смотреть просто продвижение процессов, которые уже мелькали, мелькали, мелькали не раз в моем видео. Итак, снуд. Прежде чем о нем рассказывать, хочу сразу внести коррективы. Снуда не будет. Получился шарф. Обо всем по порядку. Просто я заявляла его как снуд и поэтому говорю тоже именно снуд. Связан шарф из пряжи Holiday Tweed от Lines du Nord. Потребовалось ровно 6 50-граммовых мотков. В одном мотке 125 метров. Вот 6 раз по 125. Так. А спицы я уже и не помню. Три с половиной. Да. Все. Вспомнила. Вязала Надик. Три с половиной. Спицы три с половиной. Я использовала, но я уже вначале говорила. Значит, я это не держу. Цвет 38. Колор. Вот у меня осталось ровно 4 моточка. Это я свяжу. Здесь не просто хватит на шарфу. Здесь надо еще думать косами или двойную. Я хотела, если шарф, то я свяжу всю пряжу. Если снуд, то исключительно мои метр двадцать. Два стола. Но посмотрела и внесла кое-какие коррективы. Итак, я уже показывала, что начала вязать с такого, я не знаю, рисунка, узора, можно ли это сказать, где 17 петель английской резинки по краешкам, 17 петель английской резинки в серединке и по 5 петель платочки. Просто как, знаете, вот я не знаю, салазки проехали. Я вот сама не знаю для чего. Понравился все. Будет это до конца, или будет это не до конца, знать не знала. Но потом закончился моточек. Кстати, пряжа мне понравилась очень. И смотрится изумительно. И не колется, и в носке приятная, такая послушная. Для снудов, я не знаю, как для остального, да мне кажется, для всего самое то. И вот когда закончился, ничего я не взяла указывать, да, один моточек, пошла просто английская резинка. Когда закончился, прям видно, вот он, здрасте, я второй моточек. Закончился второй моточек, пошел опять тот же рисунок. Это не для чего-то. Можно было совершенно весь снуд связать таким образом. Но забавляю я себя. Кто-то говорит, я бы связала шарф, но я с ума схожу вязать одно и то же долго-долго. Не надо вязать одно и то же. Забавляйте. И вот он сразу видно. Третий моток пошел. Далее четвертый моток пошел. Вот. Пятый, шестой. В общем, все у меня наглядно. И закончилось. Мне это очень нравилось, что закончилось изделие именно простой английской резинки. Если бы я, как планировала изначально, соединила это в снуд, то полотно, где простая английская резинка соединилась бы, вот начало-то я вам показывала, соединилось с полотном, где, не знаю, следы от саней. И все такой был бы круговорот этих рисунков в природе. Когда мы этот снуд бы заворачивали, все это было просто играло и так далее, я планировала и сейчас планирую все-таки шапочку связать простую такую шапку по голове платочной вязкой. Она вообще будет по делу. Но, возможно, в две нитки пряжи осталось более чем достаточно. Пока конкретных идей на шапку у меня нет, это не так актуально. Когда они будут, я обязательно покажу. Значит, мои метр двадцать после стирки, почему не снуд, почему шарф, превратились. Я специально тянула-тянула изделие не в ширину, а в длину. Слегка-слегка превратились в метр шестьдесят пять. Это полноценный шарф, который можно набросить на плечи, посидеть в кабинете. И мне это очень понравилось. Поэтому я решила, что снуда не будет. Несмотря на то, что я оставила себе ниточку для сшивания. Я не люблю брать, но где можно избежать узла, надо это постараться делать. Поэтому я зарезервировала ниточку, чтобы это спокойненько, два полотна соединить между собой. Эту ниточку я сейчас с удовольствием отрежу. Спрячу кончик. У меня как раз уже постиран и высох. Я хотела до конца уже посмотреть и убедиться, шарф или снуд. Вот шарф. Преимущество, по мне, я говорю только свое видение. Преимущество шарфика перед снудом в том, что шарф как снуд завязать, уложить и носить можно. А вот уже снуд как шарф накинуть на плечи нет. Это мое видение. Какая-то давняя-давняя... Ну, не то, что не любовь, но предпочитаю я шарфики больше, чем снудики. Это факт. Стенка-то зачем видно? Вот. И зарезервированную ниточку, она мне пригодится, я пришью бирку. Вот. Шапки однозначно быть, но когда, я не знаю, в этом или сезоне, в следующем. Но комплектик, и вы тоже мне уговаривали. Вернее, голосовали за комплект. Комплекту быть. Шапку тоже свяжу. Простейшую-простейшую. Цвет замечательный. Я в пряже не просто не разочаровалась. Если бы я все мечтала о мужской изделии, мне кажется, на маленький размер спокойно бы хватило. Десяти моточков. Но мне нужно мужское изделие большого размера, поэтому вряд ли. После стирки немножко пряжа линяла. Самую малость. Слегка-слегка водичка на марганцовку была похожа. Немножко краски отдала вещь. И я переживала за крапушки. Мне казалось, что когда водичка стечет, у меня ванная вся будет в крапушках. Нет. Нет. Они надежны. Пока я вязала, они меня пугали. А после стирки я не скажу. Я не увидела, что крапушки каким-то образом отцепились и остались в ванной. В общем, пряжей я очень довольна и с удовольствием. Если предоставится возможность поработать с ней еще, я это буду делать с удовольствием. В моей памяти Хольдет Вит теперь как приятненькая пряжа. Конечно, это не плотно. Это все рыхленько связано. Хотя я взяла меньшим числом спиц. А поплотнее, если связать джемпер, будет очень-очень красиво. Это была моя отдыхалочка. Знаете, снуд-шарф вязался на одном дыхании. Потихоньку-полегоньку. Просто я отдыхала от двух большущих, огромных плечевых изделий. Я сама не заметила, как он связался. И вот только стирка мне показала, будет это, останется метр двадцать, значит, как снуд я соединю. Или вот шарфик. Решила, что шарфик. Входя к следующему изделию, вдруг вспомнила. Я не сказала ширину снуда. 37-38 сантиметров. Ширина снуда, которую я только что показывала, 37-38 сантиметров. Так, значит, изделие, которое вы сейчас видите, вы видите уже на протяжении многих роликов. Я планировала в этот выходной снять очередную часть в плейлист, который будет называться, там, допустим, остались только рукава. То есть я бы довязала и полочки, и спинку, и набрала петли на рукавах, и сказала, вот как я планирую, значит, их вязать. То есть очередная серия в плейлист. Но я не довязала спинку. Ничего страшного в этом нет. Значит, но зато я пришила пуговицы. Чтобы я пришивала пуговицы, тогда, когда изделие еще не готово, это, конечно, да, все в жизни бывает впервые, как мне написали в Инстаграм. Это верно. Просто пришла однажды домой. День был такой насыщенный-насыщенный, где только не мотала нас с Михалиной. И в центре олимпийской подготовки. Хотела там снять, но там музыка играла, забаня это видео. И как-то я поняла, что у меня руки даже пряжу не держат, не то что вязать. А вот потянулась к пуговицам, хотя не очень люблю пришивать пуговицы. И вот, начиная с горловинушки, да, здесь я не стала пока пришивать. Пусть даже они будут немножко, пока здесь держат, чуть не сказала степлер, маркер. Вот. Если здесь надо будет две пуговицы, я сделаю, но пусть лучше здесь, как воротничок, в разные стороны. И здесь даже будет тело такой галочкой, это ничего страшного. Посмотрю по ходу. И стала пришивать. Я планировала 10 вот таких пар пуговиц. А у меня получилось не 10, а сколько получилось, я не помню. Только помню, что пуговицы осталось мало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прискакай, да? Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Аж тринадцать. Вот на каком-то, значит, нескольких сантиметров перед рисунком на полочке, под видео будет ссылка на абсолютно все видео по этому платью-кардигану. И начало, и продолжение. И вот полочкой мы закончили. Сейчас одну я полочку связала, показала. Вторую полочку я связала абсолютно аналогично. Вот. И сейчас я вяжу спинку. Сейчас мы посмотрим. Ага, петли уже слетели. Посмотрим поближе. Я просто вот хочу сказать, что из новенького. Раз уж трепать, так сказать, изделием, да, хоть что-то новенькое надо показать. Новенькое то, что пуговички, которые изначально планировались сереньким цветом, у меня таки уже живут. Я не знаю, на полгодика, на три месяца, на годик или на века. Но вот таким образом, значит, пуговички я пришила. Мне хочется воссоздать. Вот. Ну, я прям вижу себя в туфельках или в каких-нибудь там, я не знаю, башмаках такого цвета, с сумочкой. Вот. Надо воплощать. И у меня осталось всего там ничего. А я же еще на разрезы планирую пуговицы. У меня осталось очень мало. Я первым делом зашла. Ну, благо, дело недалеко. Там ехать не надо. Шуршу пакетиком. Подкупила я еще пуговицы таких же. Теперь я спокойна, потому что как минимум на разрезы у меня они планируются. Сейчас покажу. Две штучки. Раз, два, три, четыре. То есть четыре мне нужно. А еще останутся на один рукав или на оба, я не знаю. Но на рукаве точно что-то будет. На дном точно. А дальше как муза подскажет. Итак. Если этого разреза будет, ну, очень как-то некрасиво, многоватое, я сделаю еще пуговики. Но они будут совершенно не к месту. Нет. Наверное, так оставлю. Просто две запасных у меня всегда уже останутся на всякий случай. Пуговицы на ножке. Вдруг оторвутся или еще что-то некрасиво уже будет. Надо себя в запасе парочку иметь. Ну, в общем, переднюю часть я планирую вот так. То есть из продвижения. Нравится же смотреть продвижение. Связана полочка. Еще одна. Одну показывала, вторую довязала. Решила, что рисунок будет и на второй полочке. Потому что, возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, если разные рисунки будут, как бы не стала одна выше, одна ниже. Вот. А спина уж пусть будет без рисунка. Вот на спине я сейчас и нахожусь. Я считаю шикарное продвижение. Просто шикарное продвижение. Учитывая, что времени на вязание не так много. Вот. Перворачиваем мы. Изделие. Я спинку уже начала вязать. Вот этот маркер говорит о начале. Вон уже сколько. Сантиметров 10, может 11. Я уже связала. Буду я вязать просто лицевой гладью. Здесь уже рисунка никакого не будет. Буду ориентироваться я по количеству дорожек на платочке. Вот у меня маркер ориентир. Я сосчитаю, сколько вот этих дорожек платочной вязки у меня на... Значит... Что ж слова-то теряются у меня сегодня на полочке. И столько же дорожек я свяжу платочной вязкой на спинке. Как делала я разрезы, показывала. Этот способ шлицей, да? Просто понабрать вот здесь петли. Эта ниточка потом все красиво уберется. И вот у меня спиночка отсюда идет. Разрез будет вот таким, внахлёст. И здесь будут две пуговички. Две красных пуговички, которые будут смотреться замечательно. И будут передавать привет тем пуговичкам, которые я вам только что показывала на планке передней. Этот приемчик очень здорово может помочь. Я повторяюсь, уже говорила, если вы переборщили с разрезами. Допустим, это не в моем случае, у меня нормальный разрез. Если вдруг разрез больше, чем полагается, можно еще несколькими рядами пуговичек, да? И сделать его поменьше. И тогда разрез будет уже не разрезом. В моем случае я планирую всего две пуговички с одной стороны, две пуговички с другой стороны. Потому что как-то, ну, во всяком случае, до стирки. А супервош я вяжу из носочной пряжи, а лизе супервош. Это все в начальном ролике я говорю, ссылка под видео. Мне кажется, она особых сюрпризов в вытягивании изделия не приносит. Во всяком случае, доселе у носках такого не было. А вот, то есть, с пуговичками по бокам решено будет вот так. Что касается пуговицы на рукавах, это я решу по ходу. Если представить, что это рукав, да, вот он завершен. Какие у меня пока мысли? Какие мысли? Первая мысль. Ну, резиночка же в конце тоже будет на рукаве. Небольшая-небольшая резиночка, 2х2. Которая нашу функцию резинки не выполняет, а просто, ну, как сказать, заканчивается так платьишко, начинается так платьишко. Пусть так и рукавочек закончится. И вот, например, по всей резинке как бы это смоделировать. Сейчас, 5 секунд. Круто смоделировала. Ну, в общем, это резинка, которой заканчивается рукав. Смотрим только вот на эту часть. Представляем. Я хотела в резинке же она 2х2, в изнаночных петлях, допустим, да, по кругу пришить вот эти пуговички. Такое впечатление, что браслетик на руке. Но это будет тогда только с одной стороны. Перебора не хочу. И вариант второй. До резиночки, на чисто лицевой глади, где-то сантиметров за 10 до окончания рукава, связать тоже вот эту самую полоску, которая у нас сбоку-то. Вот прям рукав вяжется-вяжется. Весь он будет лицевой гладью. А сантиметров 10 до резиночки связать просто такой декоративный элемент платочкой. И вот сюда, допустим, 3 пуговки поместить. В этом случае, возможно, будет и у правого, и у левого рукава. Но я почему-то думаю, что мне что-нибудь еще в голову прилетит, пока я вяжу спинку. Там еще вязать-то, видите, сколько спинушечки-то вязать-то. Я себе вывод сделал один-два. Платье я больше вязать не буду. Это долго. И новый процесс я себе начинать большие не буду позволять, потому что тогда вообще это уйдет в тартарары. Не люблю. И в то же время понимаю, что устаю. Но меня поддерживает тот факт, что на выходе получается изделие, которое мне просто нравится. Не просто нравится, а нравится. Прямо аж вот нравится, нравится, нравится. Правда. Вот я думаю, как же я жила без такого платьишка. Как же, как же я жила. Изделие уже большое, конечно. Перейду я к еще одному платью. Покажу. Там хоть и незначительные продвижения, но они есть, и на них нужно было время. И тот, кто вяжет, тот поймет какой-то труд. Вот она. Моя нежная дымка. Моя серая дымка. Моя нежнятина. Вкуснятина. Мне кажется, я так долго ее вяжу. Но мне тоже очень нравится, что получается. Такой вещицы у меня нет. Обязательно будет. И я в предвкушении. Подходит она под туфельки с каблучком. Подходит она под ежедневную спортивку. Я очень-очень люблю такие вещи. Я не уверена, что это пряжа. Кстати, о пряже. Я оставлю ссылку, где показываю, с какими спицами вяжу, с какой пряжи. Пряжа для меня новая. Прислала мне ее Анечка. Канал Уани. Вязаный стиль от Анны. На этом канале найдете не только вязание. Найдете столько всего интересного. Они живут в Испании. И когда она сейчас показывает, как цветут кало. Мои любимые цветы. Я просто даже вязать не могу. Я рот открываю. Смотрю, смотрю, смотрю. Там тепло. Там хорошо. У нас снега метели. Там совершенно другой мир. И вот Анечка прислала мне пряжу. Совершенно для меня неизведанную. Я думаю, сначала джемперок мужской. Потрогала. Ой, какая мякиш. Нет, нет, нет. Себе туничку. А потом смотрю, пряжи хватает вроде как на платье. Я не уверена, что эта пряжа для платья подходит. Я вообще ни в чем не уверена. Но, товарищи, чем сидеть и рассуждать теоретически, я лучше это пройду. Я готова в этом платьишке вообще где-то выйти. Солдатиком постоять. Прийти, пылинки сдуть в чехол. Поместить. Я лучше так. Я вот человек-практик. Чем сидеть и думать. Пойдет, не пойдет. Мне очень нравится, что получается. Значит, ссылка на то, как я начинала вязать изделие под видео. Там просто расчет петель. Ссылка на то, как я прибавляла. Простой реглан сверху, косячий под хейворд. Тоже я оставлю. И мы где-то остановились. Вот на этом месте я вязала. Сейчас покажу о продвижениях. Их немного, потому что такая монотонная работа. Вниз, 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 вниз. С низ лицевой гладью. Изделие явно подросло. И это меня радует. Было бы это изделие одно у меня в работе, я бы, наверное, вообще забросила абсолютно все. И вязала только его. Я в предвкушении и этого платья тоже. Мне кажется, два платья, которые у меня вяжутся, да не кажется, так и есть. Очень не на душу ложатся. Очень. Я лишь покажу тем, кто пришел на канал недавно, что сбоку, с одной стороны, у меня будет вот такая дорожка из 11 изнаночных петель, которая потом будет усыпана пугочками. Эта дорожка будет, скорее всего, не до конца. Я хотела сделать ее до конца, а теперь, скорее всего, я ее тоже. Надо просто пересчитать петли на ней, сравнить. Но, в принципе, длина может быть и не обязательно одинаковой. Я, наверное, ее закончу точь в точь, потому что я хотела, чтобы она переходила в разрезы. Разрезы были только с одной стороны. Теперь я понимаю, что мне нужны разрезы с обеих сторон. И, скорее всего, я растворю эту полоску. Сейчас покажу, как я растворила ее на спине. Также растворю ее сбоку. А потом уже на фоне резинки будут разрезы с обеих сторон. Это пока я так вижу, но это не значит, что будет так. Вот на спине такая же полосочка. Она была изначально. Я знала, что она не пойдет до конца. Она будет исключительно на спине. В мадам сижу, переходить она не будет. И вот таким образом она растворилась. Эта полоска в лицевой глади. Изнаночная гладь в лицевой глади. Через 7 рядов. Я провязала 2 рядочка 11 петель. Через 7 рядов на 2 меньше 9. Через 7 рядов 7, 5, 3. И вот одна будет ее видно или не будет. Тоже прям растворилась. Таким образом я эту полоску растворила. В полоске изначально планировалось что-то, какой-то декор. Очень много предложений. Мне говорили пришить сюда кружево. Я это просто говорю тем, кому вдруг сейчас точно будет кружево. Это будет очень красиво сочетать кружево с связанными вещами. Сейчас, ну не знаю, в тренде что ли. Мне предлагали сюда шнуровку. Мне предлагали сюда вышивку. Я сама размышляла. Пуговички мои любимые. Я пока платье еще вязаться ведь долго. Но что там еще остановилось на пуговичках. Но это не значит, что будут пуговички. И когда я рассказала о каких-то делах вязальных, пошуршушь немножко, что подобрала. Первый раз я почему-то думала, что пуговицы у меня будут одинаковые. Вот. Это маленькие-маленькие скромные пуговички, которые понравились и мне, и вам. Ну, во всяком случае, те, кто писал. Вот такие пуговички обещали быть. Я не доехала до того магазина, где они были. И в твердой уверенности, что в другом магазине купила такие же пуговицы, я немножко... Облажалась. Есть такое слово? Нет. Я немножко творчески подошла к покупке. Купила совершенно другие. Сама, правда, того не знаю, пока не приехала домой. Дальше там еще были пуговицы, мимо которых я пройти не могла. И я их тоже прикупила. Уже до кучи. И так родилась какая-то идея, что у меня будет здесь винегрет пуговиц. И мне кто-то написал. А, Татьяна, треугольные сюда еще просят. А вы знаете, вот правы. Вы тысячу раз правы. И я нашла эти треугольные пуговицы, но, как всегда, закрыты на 15 минут. У нас так написано. Они закрыты с 14 до 14-15. Нет. У нас закрыты на 15 минут. Я походила, повьюжила по рынку 40 минут, прихожу. А там все это же объявление. Закрыты на 15 минут. Он меня, конечно, вырубает. Но пуговицы я не думаю, кому-то нужны эти серые пуговички. Я думаю треугольничком. Мне кажется, они подходят. Я бы просто видела через стекло. Саму витрину я видела через стекло магазина. А витрина еще стекло. Ну, в общем, там кажется, что подходят. Ну, найду. Треугольные серые пуговички – это не проблема. И здесь я еще раскидаю треугольные серые пуговички. Я хочу остановиться на таком маркобесе. Мне предлагали розеньки. А я сама видела цвет фисташки. Когда я прикладывала, покупала эти пуговицы, цвет фисташки. И когда я их прикладывала, я понимала, что никогда бы не думала, что серые с фисташкой смотрятся так оригинально. Но все-таки именно в этом платье я оставлю все оттенки серого, чтобы другими цветами, будь то розовый, будь то красный, черный, фисташка, какой вообще серый все принимает на себя. Это у меня будут акценты и оттенки платочки, туфли, обувь, броши, все что угодно. Поэтому, пока я остановлюсь на этом, спасибо за идею треугольных пуговиц. Вообще, мой добрый зритель, это у меня самый лучший зритель в мире. На платье у меня точно хватает не платья какое-то прям в пол, а такое платьишко, ну как я люблю, до колен. Вообще, длинно платья, я уже говорила, для меня проблемосина. Я то меньше, это ладно, еще то больше. Ну, надеюсь, где-то, говорю, надо от метра трех до метра максимум семи, все остальное как-то уже начинается не очень красиво. Или уж в пол изделия я люблю. Так. Ну что, вот такие они дела вязальные на середину февраля. Видео выйдет чуть позже, потому что снимаю я в воскресенье, а потом пока смонтирую, пока выставлю настройки. Но факт, вот этот факт, на середину февраля. Я понимаю, что, наверное, хочется новых процессов и уже поднадоело смотреть на эти два изделия. Но нет, мы в ответе за кого приручаем. Несмотря на то, что я закончила шарф, обещавший стать снудом, какое-то время я еще не буду вводить новый процесс. Изделие из белой пряжи у меня практически родилось, благодаря вашим советам. Кстати, после видео, которое вышло не так давно, я еще обдумываю, потому что это простейший вариант, но я, прикинув его на себя, понимаю, да, мое. Любой вариант, да, он для меня ценен не сложностью и простотой, а тем, будет ли он уместен в моем шкафу, как его встретят те вещи, которые у меня есть. Поэтому я скоро начну новый процессик, хотя бы просто для цветотерапии. Но неправильно сказала. Поэтому я начну новый процессик для цветотерапии, но это будет не совсем скоро. В феврале, но не в ближайшие дни. Надо немножко подтянуть платье. Потому что новым процессам уделяешь время. Как ни крути, им уделяешь время. И процессы, которые прям буквально можно подтянуть, они опять остаются... Ну, не удел, что ли хоть денечек, хоть вечерочек. А этот денечек-вечерочек продвинул бы его. Я люблю готовые вещи. Три я себе позволяю заводить, больше нет. Но какое-то время, несколько дней, у меня будет два процесса. Два моих великолепных, шикарных серых платья. В любом случае, до новых встреч, мой добрый зритель. Они обязательно будут.